Три-триста, оцени у тракториста, три-триста стоит вот эта тачка, за три-триста чё сюда, не вариант этот доводчик пи***нуть, чтобы она прикрылась и так оп, её затащила, надо обязательно чё-нибудь такое сделать, а стоит, а три-триста, три-триста, вообще это называется замок притаскивания, он стоит на митсубиси, это более дешёвая тема, чтоб ты понимал, долбобан, чей дебил, заберите своего дебила, эй, чей дурак, б***ь, не, ну просто она реально, она реально стоит на митсубиси, это такой, дурак, Чей? Это такой рычажок, который стоит внизу, и он притаскивает капот, просто здесь наоборот, более дорогие, давай Эй, а это Панама, нихуя не понимают Твой дурак, тоже не твой, сука, ёбан, хозяина бы тебе найти, идиот Здарова, пацаны, всем саамалекум, здравствуйте, ещё раз с Питером, и пока в городе Герой Ленинград, гранта гранта, и с нашим отечественным автопромом всё по кайфу, понятно, мы всё поняли, чё, как там, что они никогда о нас не думали, не думают, и ещё вообще не собираются В ближайшее время думать, зачем нам китайцы, спросите вы, для чего он нам не интересен, чё в нём по кайфу, нихуя, пацаны, вы не угадали, очень даже интересен В связи со всей сложившейся вот этой пиздецовой ситуацией, мы понимаем, что, скорее всего, ближе к концу этого прекраснейшего года 2.0.2.2 предвкушаем эту х**ню Много новостей различных уже впитали, услышали, те ушли, эти ушли Скоро мы придём к тому, что у нас не будет выбора, сейчас он ещё какой-то есть, совсем скоро у нас его не будет вообще У нас будет наш злосчастный автоваз с новыми, как всегда, грандами 2732 Как это х**й управлять я Ну и, естественно, останутся кто? Братья наши, братья наши останутся, вот эти, вот братья наши по государствам Не по-соседски, не по крови, не по родству, не по-братски, а вот просто по государству Китайцы останутся здесь, и у нас будет один выбор, либо идти покупать нашу отечественную парку нашу Либо идти покупать что-то иномарку, иномарочное, да, что-то из-за границы, как у русского человека всегда А если что-то из-за границы, это что-то вот дорогое, труднодоставаемое Такое ощущение, как будто мы скоро вернёмся, на самом деле, в 60-е, 70-е, когда надо было вытаскивать прям, вот, ну, иметь связи, чтобы купить Вы на канале Асата Ченнел, и с вами я, Марат Борода Кольев Не тот, который заходит в салон и берёт или же Да, эту тачку нам дал официальный представитель Джили в Санкт-Петербурге, это экспо-кар Не единожды брали у них тачку и всегда говорили то, что считали нужным, то, что думали Поэтому нам предложили отснять вот эту тачку, и я думал, а почему бы нет? Почему бы нет? Сейчас людям станет на самом деле интересно посмотреть на китайцев Что они из себя представляют, какие они шаги делают, и что они будут продавать нам Что мы будем, точнее, в них покупать? На чём мы будем ездить? Что нам могут дать и дают ли нам китайцы? Походу, пока мы только берём, а не даём Что это у нас? У нас это Джили Атлас Про Самый первый китайец, которого я попробовал на вкус Это тоже был Джили, и это был Атлас, первая его версия Да, да, смейся Первый Джил, который я попробовал, был в Осетии, чёрный Атлас такой Какой ты гад-код Я за автомобиль, пацаны Я за автомобиль Я сначала поездил на Джили Атлас на самом первом Потом мы в Москве покатались на Джили Кулрей Потом я покатался на Джили Тугела Сейчас, наверное, осетины померли там со смеху Покатался на Джили Тугела Сейчас в Осетию приедем и там Пидар Покатался, да, поездил, посмотрел Прикололся, мне очень сильно понравился Кулрей Закатило Тугела Но первое, на чём я всё-таки покатался Это на Атласе Он не впечатлил меня Просто мне прикололись, что вышел новый Атлас Думаю, давайте посмотрим Итак, начнём, как я люблю Как я люблю с внешки Мне вот прям очень интересно А чё происходит? А чё прям происходит? Кому задать вопрос? Твою мать, блядь Чё здесь происходит? Как по-китайски чё происходит? Сунь хуй чай, вы сусам попей Кому-то хуй вата То яма, то канава Вы хотите сказать, что это новый Атлас? Мне вот очень интересно Давно... О, будь здоров Будь здоров Он даже котяра чихает Это не потому, что ему шерсть в глотку попала Чё там? Новая подвеска, новые шасси Разные оси, прочее Это новый Атлас Придурок, я за внешку говорю, блядь А он мне за оси, блядь Нет, я венешка, это полностью новый Ебаникарю отсюда, блядь Я сам знаю, чё я говорю Давай Чисто внешний тачка, ну плюс-минус Не совсем она, хуй-то, и изменилась Они просто сделали, знаете чё Они просто взяли старый Атлас Чуть-чуть видоизменили задние фонари Убрали вот отсюда вот этот значок большой Написали здесь G.L Со стороны задницы это просто старый Атлас И съебальника это новый Кулрей У них сейчас политика такая Они все тачки делают похожими друг на друга А у нас же сейчас популярна стала тема покупок тачек в других регионах И последующая их продажа в крупных городах России Цены разные, отношения к тачкам абсолютно разные Но не будь перекупов и дилеров Тачки бы так в глубинках и продавались по дешевке Специально для таких, как ты, профессионалов автомобильного рынка Если аукцион и кар прайс Все довольно просто Регистрируешься, получаешь доступ К сотням проверенным автомобилям по всей России Все автомобили уже проверили Риски перепродать в минус минимальные А самое прикольное, что есть доставка в ваш регион Подписался на интересующие тебя авто И занимаешься своими делами на Чили А когда прилетит уведомление в Телеграм или почту Залетаешь на аукцион Смотришь автомобиль и делаешь ставку Выигрываешь аукцион и заказываешь доставку в свой регион Если ты занимаешься продажей тачек или дилер Переходи по ссылке в описании Получай тестовый доступ к торгам И зарабатывай честно Все ссылки на кар прайс в описании Раньше у каждой модели была своя харизма Ну были какие-то некие схожие такие черты Которые характерны были конкретно для этого автомобиля Для этой марки То есть ты увидел и ты это ни с чем не перепутаешь Сейчас что происходит вообще посмотрите назад Это вообще что за машина Просто отсюда сейчас убрать вот это Вот это просто отсюда убрать Чтоб вы не поняли И дохуя даже вообще не знаю что это за логотип Что это Кто-то может сейчас подумать Что это нахуй Кадиллак Ты не поймешь Ты никогда не угадаешь Это что за автомобиль Что за производитель Ты назовешь ее Кией Ты назовешь ее Вольксвагеном Ну ты никогда не угадаешь Что это за тачка Потому что они все стали абсолютно одинаковые По сути все другие китайцы Этой же модели Этой же марки Они ездят ну плюс-минус Такими же ебучками Ну как бы китайцы-китайцы Хотя естественно если сравнивать ее с предыдущим кузовом Да она стала краше То что там что-то появилось по техничке У нее отдельные лонжероны Какая-то система Они поменяли амортизаторы Они переработали этот кузов Чисто технически Да Я согласен Что касается технических моментов Она осталась на той же полторашке Та же полторашка 1.5 Трехцилиндровый двигатель Который ставился в Кулрей Вот этот вольвовский Всем же роботам Я же говорю Они въебали атлас в Кулрей И накинули короче туда тугелы немножко Типа Самая же пиздатая у них в линейке Это тугелы Типа нате вам Чуть-чуть блять Вишенки на торте Там по мультимедийке Они не поставили сюда двигатель От тугелы двухлитровый Здесь остался 1.5 Кстати у них есть еще другой вариант Это те люди которые особо не любят Вот эти роботы Шмоботы У них есть еще другой вариант Это машина в полном приводе Есть еще вариант на переднем приводе Но на классическом автомате Это для тех кто боится Там допустим роботов Что касается безопасности Да я согласен Это вольво Ну давайте начнем Давайте подумаем чуть-чуть в сторону вольвы Вам не кажется схожим Что у вольво Все тачки Они были абсолютно похожи Все Все машины у вольво Они были абсолютно бесхаризматичные Они были высокобезопасные Там все Я вот с детства сколько помню Вот отец мой или дядь Они вот с детства я помню Вольво самый безопасный автомобиль Но что касается дизайна Здесь мы тоже прослеживаем эту тенденцию Что они в принципе Внешне сделали одинаковые У практически всех своих автомобилей Но помимо того Что это полноприводная версия Это еще и гибрид Здесь бензиновый Вот этот двигатель Полутора литровый В сто семьдесят сил Это тот же двигатель Который стоял на Кулурее Только в Кулурее И он сто пятьдесят Задушенный Но ехал По моим ощущениям Кулурей Когда мы его тестировали Далеко не на сто пятьдесят лошадиных сил Здесь скорее всего Прошивкой Сделали сто семьдесят семь Лошадиных сил Если я еще что-то помню Сзади короче стоят у нас Два повышенной емкости Два аккумулятора Спаянные друг с другом Ну и естественно Полный привод Это гидромуфта Скорее всего Борг Вагнер Да здесь стоит Ну всего скорее Как это вся Вот эта шлаебота Работает друг с другом Мы вам здесь сейчас вырежем Ставим Если вам интересно Как работает пара бензин Ток Приколитесь Посмотрите Есть вариант просто Что вы прикурите один раз Но в Осетии Обязательно на нее Кто-нибудь пизданет газ И не на бензиновый мотор А именно на аккумуляторе Газ подключить Что касается вообще В принципе Сборки этой тачки Очень дохуя нюансов Вот в первый же зазор Заглянете И вы поймете Что здесь какой-то Распиздец Ну посмотрите Зазор разный конечно Потому что это все Собирается у наших соседей У наших братьев Белорусов Которые Ну я не думаю Что они прям ебать Когда тошно собирают Это не так ужасно Как было раньше Но если вы такой же Допустим Щепетильник Таким моментом как я Вы обязательно Обязательно найдете Вот до чего Доебаться в этом плане Это вкусовщина Кому-то нравится Кому-то нет Но если оценивать Ее там допустим По 10 балльной шкале Ну я бы дал ей 4 с плюсом 4 с плюсом Ну что-то как-то Более современное Жопа осталась Просто от Старого атласа Давайте потихоньку Перейдем 4 с плюсом Подожди Че Это как-то слишком-то Занизил А гарантия-то Сколько ты даешь Новые Минус 3,7 А ладно Хорошо За пятерку Что-то дашь За какую пятерку А за что За что я дам Да За какую тачку Ну давай Условно тоже Скажем за Тугелу Ну она чисто внешне Более или менее Симпатично Нормально смотрится Я бы даже Честно говоря Без пизды Я не без крестиков Без ноликов Без стоба лоба Смотрю вам глазами В глаза Снял очки Закрепил Ленинской печатью Клянусь Покемонам Пикачу И чем хочу Отвечаю Не вот так Я бы взял себе Ну серьезно Тугелу Я не скажу Что это Еба-еба Как дорого Звучит Но Ахуеть Вон за тобой Пришли Вон за тобой Идут Нашли тебя Дебила Заберите его Ваши бантей Смотришь сюда И да Ну естественно Это все Кардинально Отличается От старого Атласа Здесь все Намного Интереснее Намного Богаче Здесь есть Аля кожа Это первое На что Обращает Внимание Русский Человек Потому что Самая пиздатая Машина Это та В которой Кожаный Салон Для любого Ну мерка Если условно Создать Какое-то Ебаное Мерило Как ты определяешь Комплектацию Тачки То это будет Сразу Ну первое Вообще без разницы Первое На что Вы обращаете Внимание И что Дает вам Вау Эффект Это кожа Когда вы Открываете Салон Автомобиля Да Выглядит Намного Богаче Но Это же Не кожа По сути По русски Горя Кожзам Нынешними Мерками Меритесь Это Винил А так В простонародье Кожзам Но Выглядит Так Серьезно Нет Скажи Честно Выглядит Серьезно Неуебично То есть Когда ты Открываешь Есть Вау Эффект Убранство Прям Супер Все Вот Как Надо Парящая Панель Мультимедийка Тугел Сиденья С формами Аля Спорт Электрорегулировки Ну Атаманка У нее Не выдвижная И нет Угла Наклона Колен А так Салон Очень Крут Ну Как Очень По меркам Китайца Конечно Очень Крут По меркам Нашего Отечественного Автопрома Это Фантастика Это О боги Это Короче Вот Вау Это Да Ну Нахуй Вообще Не понимаю Людей Которые Говорят Ну Борода Ну Представь Если Наши Начнут Такие Тачки Делать Кто Их Покупать Будет Китайцев Покупают Почему Бы И нет А Стартовая Цена 3 300 А Заходишь В салон Тебе Еще Дают Скидку 5 лет И 150 Тысяч Гарантии На Автомобиль Тоже Привлекает Да И нету Никакой Помощи При дорогах На 200 Тысяч Не при дорогах А на дорогах Нету Просто Нету А у нас Ты не купишь Нахуй Пока Ты не купишь Какую-то Уебанскую Помощь На дороге Которой Ты по сути Не пользуешься Ну а Ближайший Интересный Матч Мы естественно Будем смотреть С нашими Добрыми Друзьями OneX У которых Всегда Высокие Коэффициенты И регистрация В один клик Ну а Воспользовавшись Промокодом ASATA Вы можете Получить До 25 тысяч Рублей На первый Депозит В принципе Мы уже Все давным-давно Привыкли Что китайцы Стараются Учиться Делать Автомобили И салоны Их тоже Ну как говорится У каждого Китайца Плюс-минус Они друг друга Напоминают Появились Здесь сиденья С ярко выраженной Вот этой Поддержкой И вот этот Максимально Уебищный Вариант Я не знаю Кто опять Это придумал И почему Думают Что это очень Аля карбон На сиденье Вкупе С обшивками У меня такое ощущение Как будто Вот этот дизайнер Который это все Придумывал Он переиграл Сука в Need for Speed Ты нахрен Вот это надо Это же все Придет в негодность Цена-то 3 300 Посмотрите На эту строчку Она на самом деле Как будто Мать руганая Она ну просто Ее шатает Штормит Это парящая Панель Аля рейндж Кнопки Аля панамера Или каен На прошлом атласе Вот здесь сверху Была по-моему Кожа Насколько я помню Здесь сейчас Чистейшая наебочка Здесь на пластике Пробит Шов Но вот здесь Один кусочек кожи Все-таки здесь постелили Вот именно Прямо над приборкой Этот кусочек Скажу Буквально год назад Ты удивлялся Как китайцы шагнули А через год Ты уже говоришь Да это хуйня Не Ну просто Они шагнули Но я к чему говорю Знаешь Я тебе отвечу На твой вопрос Они уже поднадоели Однотипностью Они поняли Что это продается И все И ничего менять Уже в принципе По сути не хотят Ощущение себя В автомобиле Оно у них не поменялось Не приобрела Машина самобытности Она такая же Как и другой китаец Я не думаю Что другая марка Автомобиля Откроет сейчас Вот этот Вот дверь Этой тачки И скажут Ух ни хуя себе Надо нам То же самое сделать Они скажут Да у нас то же самое Давай сейчас возьмем Пойдем возьмем Черри 8 Pro Max Если мы откроем Двери в этой тачке Она будет 80% Точно такая же В салоне Сейчас они понимают Что они на нашем рынке Будут занимать Лидирующие позиции В любом случае Они подохуеют Это миллион в гору И будут продавать Просто это нам Китайцы Нам Не мы Сами себе Делать и продавать Что то хотя бы Вот такое А китайцы У нас будут Зарабатывать бабки Ну вот смотри Даже вот сейчас Элементарно Мы стоим Машина была подготовлена Под нас Помыта Там и так далее Мы юзаем И вообще Похуйня Посмотри Какие пятна Вон на этих дверях На ручках Приборка Вот это Тамагочи Иди пойми Что там горит Вот с этим Еще надо Разобраться Целая гирлянда Кто то не пристегнулся Автохол Парковка Помощь при спуске Здесь есть 360 градусов Вот обзор Вот он есть 2D 3D А кота в машине А кота в машине Некуда Да Хуе Ебать ты Фокусник Заморосило Понял Мягкая Она прям На самом деле Мягкая Ну такой себе Семейный Автомобиль Конечно Ну прям Она у нас В режиме Спорт Коробка работает Рвана Как-то Хрен его знает И сбрасывает Тоже Как-то Рвана Вот это Вот это Сейчас меня Чокером Так докинуло Вот этот Вот этот Электромотор Я убрал Сейчас ногу С педаль Вообще По идее Машина должна Была Тоже Потерять В наборе Скорость Но вот этот Момент Что он Тебя дальше Еще Толкнул Вот Очень Уебищно Ну давай Сейчас С места Просто Просто Чуть Чуть И тапну Во-первых Это Долго Смотри С места Да Ну что Вот Вот Я Тормозил 30 минут Ездил По дворам Тормозил Чтобы эти Батареи Зарядились И чтобы Я вот так Ехал Да и Нахуй Это Надо Тормоза Ну что Здесь Прям Сверх Естественного Нет Тормоза Охуенные Базару Нет Реакция Ну Обычная Реакция Вот Она Едет Реально Как Двухлитровая Тугела Вот Эта Обычная Хуйня На самом Деле Не попадание Разгоняешься Убираешь И она Дальше Продолжает Ехать Ну то есть К этой Тачке Надо Привыкать Дискомфорт Это Дает Поэтому В общем Тачка Ничем Нахуй Не удивила Это Тот же Самый Китаец И как Я люблю Говорить Это Тот же Самый Хуй Просто Вид сбоку Ну а Нравится Вам Или Нет И будете Или Это Покупать Решат Только Вам Какое Автомобильное Будущее Нас ждет Ближайшее Время Голосатый Мотороник Хочу Послушать Ваше Мнение Поэтому Давайте Накидывайтесь На комментарии И пишите Своё Мнение Как Вы Видите Дальнейшее Автомобильное Будущее Ну вообще В принципе В мире Ну и В частности У нас В большой Стране Ну а С вами Был Марат Борода Коли Фиканал Лосато Ченел Ну давайте Братцы Не прощаемся Увидимся По-любому Всем Peace